Всем доброго времени суток, с вами Артём и это четвёртая серия прохождения Empire Total War за шведское королевство с модом Pirates Uber Alice. Продолжается у нас война с Россиюшкой. Успешно мы отбили в Карелии русские отряды и также сняли осаду Риги. Тут вот опять идут русские отряды, но это нам уже тут ничего страшного не сделать. Также мы потихонечку, потихонечку формируем наш флот, потому что рано или поздно, либо Дания мне объявит войну, потому что с ней дипломатические отношения не очень, как мы видим, где минус 111 и продолжает падать. Поэтому война с Данией неизбежна. Ладно, мы в принципе, я так смотрю, всё сделали, 755 у нас монет, поэтому конец хода, а с самого начала. Продолжение следует... Все технологии, которые я изучил, пусть хотя бы... Хотя бы, если не деньгами, то технологически поможем. Русский дворянин всё-таки, зараза, паразит, прорвался к нашей школе. Ну и насрать, пускай ворует технологии. Я не думаю, что русские сильно по технологии-то отстали. Также у России на юге не всё очень хорошо. У них там дикое поле Кондрата Булавина восстало, Мазепа создал своё государство, объявил войну. Так, США хочет с нами торговать, но при этом требует драгунский мушкет. Нет, чувак. Я хочу с Англии, с Великобританией оставить дружные отношения, поэтому не хочу тебе давать драгунский мушкет, а то вдруг ты ещё победишь. Так, у нас корабль и... понятно. Что мы видим тут? В Карелии мы видим, у нас Карелия атакует просто со всех сторон. Просто не пройти, не вздохнуть, как говорится. Давайте уничтожимать их. Естественно, они отступают. Ой, автобой, автобой. Так, 2200 мы потратим на восстановление этой армии здесь у нас. Вы возвращаетесь в Ригу, вы возвращаетесь в Германландию. Тысяча, кстати, сколько у вас по полу не станет? Тысяча, девяносто. Аришские войска. Шестьсот один, давай, аришские войска. И здесь хотя бы... Кавалерию. Пятьсот, ах ты, зараза. Так, а без этих? А с этими? А пушки? Пушки не надо. Странно. А, это генеральский отряд. Генеральский отряд у нас. Это мой папа. А вот этот еще. 145, зараза. Ладно, все, конец хода. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Прусаков не удалось взять в Селезию, они, по-моему, пошли на Моравию. Я так понял. На юг куда-то туда. К границам Баварии. А там есть только Прагу атаковать австрийскую. Так, здесь отряды объединились. Из Москвы новые идут. Заколебают сейчас эти русские по одному отряду таскать. Мы их основной армией-то разбили. Так, а с кем бы там еще не торгуем-то из основных там Франции по-прежнему не хочет. А, согласилась. Видимо, тяжко стало с деньгами-то. Португалия. Платеж. Ну, давай. Платеж тебе дадим. Да, они не будут торговать. Софовиды. Не хочу, хотя... Ага, согласились. Кто еще чего. Тут у нас курлянцы. Я их захвачу когда-то. Ну и все. Ну и все. Так, ты, значит, доходишь до нень штата. Ты разбиваешь этих. Ах, чуть-чуть не осталось. Просто сейчас захватят город. У нас без гарнизона и все, и вся область. Даже вот эти вот отряды запросто захватят город. Так, любовницы, любовницы, любовницы. У всех любовницы. Так. Сколько стоит корабль-то новый-то? Дорого. Так, тут мы что можем построить? Интересненькая консерватория. Консерватория только на общественный порядок. Здесь мы с общественным порядком. Все отлично. У нас вообще везде все с общественным порядком хорошо. Можно налоги поднять пока на время, на войну. Что-то где-то нанять. А, здесь все тридцатка полностью. Здесь мы... Здесь у нас что? Пушки. Двадцати четырехфунтовые. Самогадный шведский полк. Двадцати фунтовые. Давайте мар... Мартиры. Двадцати фунтовые. Одну мартиру. Сполагать на шведский полк. Гранизан какой-то надо держать в Аскерсунде. Потому что любой отряд бешеный. Русский, который забредет, сюда пропущу я. И он в девяночку захватит целую столицу. Так, тут у нас все чего-ничего. Денег нет. Конец хода. У нас конец хода тогда, когда денег нет. Австрийцы очень сильно отличены в войне с пруссаками. Поэтому они на Польшу забили, я так понимаю. Хотя мне бы... Ой, забыл опять Варшавскому Совету отдать технологии. Мне бы сейчас, чтобы австрийцы... Австрийцы получше поляков разок стукнули по ним сильненько. Хотя бы одну область какую-нибудь захватили. Но они тому, что их то на Силезию, то на Моравию. Пруссаки постоянно наступают. Австрийцы держат все свои армии в основном на севере и на западе. На Польшу они внимания не обращают. Или не вообще мир заключили, перемирие? Ой, объединяются, объединяются. Опять русские свои тут огрызки, которые я не добил. Своих инвалидов тут собирать. Надо Архангельск быстрее захватывать, потому что у меня они заколебут с этого, с Востока приходить. С Москвы-то я тут вижу, у меня около Москвы там стоит этот. Я вижу эту дорогу и когда они идут. А вот из Архангельска я вообще не вижу. Я вижу же, когда они приходят на мою территорию. И это плохо. Хорошо, что они немножко тупят русские и не объединяются в одну армию, а вот такими вот шалупуенными отрядами. Посылаются. Вот куда-то... Почему так далеко отступать? Ну я же с уроду не догоню. Алло, игра. Ладно, хрен с тобой. Так, у нас здесь делают что? Мортиры. Давайте муниципальную кавалерию. Так, Греция возникает. Толки не уследили. Так, тут. Тут мы сейчас восстановимся и скорее всего пойдем на Москву. 1200 у нас денег. Что у нас там технологии-то? Угу. Все, корабли улучшить в войне зданий. Так, кстати, да-да-да-да-да-да. Варшавский. Где-то. Да, Варшавский союз. Протекторат. Под наш... Он не наш протекторат, он под нашим протекторатом. Он воюет с датчанами. Понятно. Значит, держи все военные технологии и... Держи денежку. Держи денежку. Один раз тысячу. На. Станислав первый. Давай. Развивайся. Хватит там сидеть в своей Варшаве. Ничего не делать. А тем временем... Тем временем, тем временем надо вреди еще подкопить войск и быстренько выбить курлянцам, курлянцев. Тем самым мы приходим к Вильно и... Блин, Вильно у них еще, Беларусь у поляков. Ммм... Просто объявив войну Курлянде, скорее всего, за нее, да. Потому что Курляндия под протекторатом поляков находится. И это втянет меня в войне с Польшей. После захвата Москвы, в принципе, можно и Польше объявить войну. Надо к Архангельску рваться. Надо рваться к Архангельску. Конец хода. Ну, прусаки даже флот построили. Так, Архангельску появилась у Москвы. Ну, я сейчас так-так выйду из Гермоландии на праву. Вот это плохо. Вот это очень плохо. Блин, это я сейчас погонюсь за ними через всю Карелию на самый север. Потому что через север Карелии они могут в Швецию прийти легко, минуя Финляндию. Вот здесь вот. И они на территории Швеции. Вот территория Швеции. Раз, 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 раз. И тут столица. А в столице гарнизона нет, и все, и потеряли эту твою душу. Карелия, Карелия, Карелия. Ладно, в Карелии гарнизон какой-никакой есть. Давайте здесь оставим вспомогательный. Мортира оставим, муниципальную кавалерию. Регулярное пехотное ополчение тоже оставим. Или вот это вот. Все остальное надо этих бить. Надо этих бить, иначе жопка. Так, вербованный немецкий полк и еще одни мортиры. Так, здесь что? Здесь мы... В принципе, у нас кавалерия до конца не восстановилась, да? Так. Ну да, все 30 атакуем, по-новому. Засядем пока здесь. Здесь тогда быстренько нанимаем вербованных дробун. А, это дорого-дорого-дорого. Финский полк какой-нибудь. Ну и все. Идем в направлении Москвы. Что у вас тут за армия? Говно это мы разобьем. И я думаю, что... Так, что там строят? Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Так, конец хода. 30 отрядов у меня сейчас кинуто на Москву. Самое главное, что мне поляки сейчас не объявили войну, и они захватили Нигер Маландию быстренько из Беларуси. Это будет печально. Мне придется вернуться, отбить поляков. Но поляки заняты своей Варшавой. Пускай они около нее там бесятся. Это хорошо. Технологии я Варшавскому Союзу отдал. У них сейчас есть и штык, и каре, и драгунские мушкеты. Денежку я им дал. Да-да-да, пошли, 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 родные. Отлично. Здесь я вас и разобью. Там еще отряды около Москвы стоят. Такое ощущение, что Петр не воюет ни с Мазепой, ни с Кондратом Булавиным, ни с турками, ни с кем, кроме меня. Но он понимает, что я самый... А, так, эти вернулись назад, это хорошо. За ними гоняться далеко не надо будет. Он понимает, что я для него сейчас самая сильная угроза, все остальное там мелочь. Хотя эта мелочь постепенно тоже копит силы и рано или поздно выдвинется на территорию России. Хоть там не мушкетная, хотя я не знаю, там что в этом моде сделано. Раньше, по-моему, ни у Мазепы, ни у Дикой Поликондрата Булавиным не было сильных таких огнестрелов. Так, что у нас тут? А, это где? Это мы ремонтируем. Это первым долго ремонтируем родники. Так, ну что, этих мы разбиваем. И надо уже поворачивать на Архангельск. Ну да бей, есть, хорош. Вот это хорошо, вот это отличненько, вот это просто хорошо. Так, восстанавливаем. Так, способность. В Ангермоландии нанят агент. Этот агент мне сейчас очень нужен, чтобы убить... А где он тут? Вот, русского шпиона, мы сразу посылаем сюда. Эх, надо было кораблями, кораблями, надо было быстрее, было бы. Ну ладно. Умные мысли, она ведь приходит опослявить. Сначала делаю, а потом соображаю чертов мозг. Ирландия образовалась? Да ладно. Еще-то англичане расслабились. Так, Карелия, Ирландия, это все гарнизоны. Здесь мы разбиваем... Кто у них генерал-то? Кто? Покровский. Ивашка. Подвигаем убийство. Отлично. Отлично. Генерала у них нет. Агента выводим, потому что, оказывается, уничтожая армию противнику, и уничтожается наш агент. Этот агент у нас около этого моста будет. А мы, собственно говоря, нашей армией великой атакуем эти агенты. Так, о-о-о-о-о, в основном у них пушки, причем легкие, элитки, Семеновский полк Петра Великого, нихера себе, ну и дума автобой. Да такие потери, да почему, ну елки-моталки. Там можно было из мортир перестрелять. Дума, вообще, я не понимаю, как автобой рассчитывает здесь битвы. А это сейчас проиграет еще. Ну заеб... Мы с большей армией дрались, у нас потери были меньше во много раз. А тут армии милипизерные, у которой одни пушки, которые можно одним отрядом кавалерии снести. Ну да, у нее элитка пехота, но у нас перевес в артиллерии был колоссальный. Могли расстрелять эту элитку еще на подходе. Нет, у нас потери больше, чем у противника. Это как вообще называется? Ой, это называется автобой в тотал ворах. Ну просто неохота тратить некоторые, ой, на некоторые битвы, которые так явно, что мы выиграем. Им будет просто, во-первых, скучно играть в ручном режиме, во-вторых, это экономия времени, потому что в ручном режиме, пока ты расставишь войска, пока они сойдутся, пока начнется вся эта катавасия, это просто трата времени на легкие элементарные битвы, где одним-двумя ударами решается вся, собственно говоря, стратегия битвы. Нет, мы вот будем сейчас тратить время, чтобы вот эти пушки... А-а-а... 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 Их драгун на мою пехоту, что ли, согрелись? Их драгун на мою пехоту! Их драгун на мою пехоту! Эх, не успели в здании зайти Ну давай, сноси эти пушки Они даже не в боевом порядке Утро в карте, что могли их помнить Подход, видать Постройка захвачена Ну и все Чего не стреляем-то в здании? Алло мы уже устали да они уже устали нас через всю карту скакали ну и все а у них еще вон гемоталки вот и вот на эту вот ерунду мы будем тратить время сейчас ну вот почему автобой даже поражением не в этом почему автобой мне сулил в этой битве поражение я не понимаю как автобой рассчитывать чего какие у нее там алгоритмы как-то должен на чего-то рассчитывать количество отрядов плюс количество опыта там делить на я не знаю на что-то умножить там тангенс угла и и прочее нет он как то я не знаю она обум по моему кавалерий так устала че сейчас посылать будет она проиграет а пехота сейчас будет идти целую вечность даже на третьей скорости это будет очень долго да Типа, он спиной ко мне стоит Они тут в обороне, типа, да, засели, видите? Ну-ка Успеет развернуться Сделать по нам зал К валерии устала, у нее сейчас не будет силы такой Удар Хотя она уже даже не может Беспокоены усталостью Ну, спину-то разок ударим Глупые, сидят, вы не засадите Все, кавалерия уходит Ее сейчас изрубят А пехота еще только на половин пути Уходим, 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 уходим От их пушкетных залпов У них штыки, что ли? Да, а Россия уже штыки Может, украл у меня Уходим, уходим, уходим Ну все, осталось только дождаться пехоты И все, дело сделано У меня наши кавалерии пошли Хорошо, заманим их на пехоту тогда Надо было просто их сагрить на себе А не атаковать Уходим, уходим, уходим Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ой, что вас может против трех отрядов, а? Какая бы вы не была супер-пупер элитка... Вы уже ничего не сделаете... Ступенчатая атака и всё... Пока эти отряды перезаряжаются, этот подходит... Дальше всех... Сделает залп, этот подходит... Пока эти перезаряжаются... Всё, пилок... Этот сделает залп, этот подходит... Ступенчатая атака... Всё, они бегут... И вот ради этого... У меня надо было исти битву вручную... Почему? Потому что бой даже сулил мне поражение в этой битве... Нет... Ой... Всё равно у них живые остались... Так, возвращаемся в город... Отлично... Пополнение... Пополняется... Вот здесь, конечно, мы 600 человек потеряли... Это просто... Просто нонсенс какой-то... 4000 стоит пополнение... Блин... Так, так, надо на Москву идти... Чё там в Москве? Так, это... Донское войско казачье... Надо на Москву идти, на Архангельск... Больше мне тут... Остальное меня не интересует... Конец хода! Дальше... Попrodceks. Взбел третий отец! �� Gwen Бархарана�, rhythm Ис-белие Fox 3 Как это сделали? Взбarten Вот это сейчас интересная ситуация Продолжит идти на Москву Или все-таки отвлечься на этот отряд Который сейчас из Москвы ушел Так, Финляндия, Кузни Вот, то есть я могу просто игнорировать Вот этих всех и дальше идти на Москву В Москве, кстати, мы можем убить Ермолая Так, это надо не так делать Что тут у них? Элита, элита, элита Линейка, элита, блин А у нас здесь укреплений нет Как бы эта элитка не взяла Генмоландию Она может Твою мать, а В шаге от Москвы Зараза, а Хух, может это было глупостью Может это было нормально Так, семинарию разрушаем Че у них еще есть тут? Православные есть Православные мы все... Ага, колледж Хера тут у них Так, 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 так Что ему никак не удается убить это? Так, Московия захвачена Здесь надо восстановиться Ой, нет, сначала здесь Блин, сначала гарнизон надо здесь нанять Здесь опасность, ситуация Эти два хода будут Вот так Это я сам же разрушил Сам же буду ремонтировать Отлично Так, ну все У них, по-моему, нету больше никаких церквей Что это у них тут? Вот они откуда все прут Из Казани Что у них осталось? Казань Астрахань Уфа Коми Архангельск И все, да? Это уже... Так, 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 так Не хватает на ремонт А все, денег вообще нету Денег вообще нет Налоги повышать больше Это самоубийство Так, этого перекидываю в Московию Конец хода Продолжение следует... дворянин меня за уже заколебал тут бегать начинается поджигание всего подряд чего видят я сейчас кавалерии могу то это не сам элитки у них одна кавалерия моя не справится да 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 я знаю знаю видел 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 так да почему вы убить то не можете ну елки-моталки что за агенты у меня такие а недееспособные какие-то 51 процент шанс больше чем 50 процентов убить не могут наконец-то хоть одного чего-то мы смогли хоть что-то так эти тут остались стоять у них нет генерала воюет я зря сейчас не так важно как пополнить восстановить вот здесь 8000 матерь божья вот не так так ай-яй как потеряли мы гренадерта 400 так ладно пока сидим сидим в городе sky тут поджигает это все мне откладывается пока атака на архангельск все что ли так мортиры так 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 тара тара так надо вот эту армию разбивать перерезать и путь на север так это у нас москове начинает работать здесь надо будет за место так надо убить сначала дворян убить ну вот тут ходит лазер так ремонтировать у меня пока ничего денег нету может на эту хватит не особо дорогая вещь на хватает и все конец хода москрицы как селези усилились так испанца 5 атаку и осадили амстердам на их сейчас выбьют русаки вот чё делают на селезе они больше не идут в атаку они куда-то на юг ходят на конец только мог праге ходить поляки только варшавы танцуют по-прежнему никак ее взять не могут это хорошо это отвлекает хотя поляков так я смотрю тут по западной по восточной украине русские отряды ой как он далеко опять ушел но мы можем ее встретить другим агентом так пытается взять москву бросим потери не посмотрел какие русские продолжают объединяться но этим все равно не москву не возьмут у нас есть артиллерия у них нет пока артиллерии по крайней мере вот в этих что я видел тара тара та сейчас опять все деньги идут на да 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 все они мне уже подряд там москове скорее всего будет восстание здесь мы строим нашу церковную школу мне здесь появился генерал но это насрать сколько станет убить не там и никак не убьем так что у них тут линейка обычная а вот они старые отряды русских который собственно говоря я должна начинать россия что у меня сколько 7000 так в первую очередь мы пушки и кавалерию ищу кавалерию сколько станет 300 и надир и все и все так а мы пожалуй сейчас сделаем вот так не ждали до русские что мы карелия придем из карелии нежданчик сюрприз мазфака вот она вот она стратегии так отлично сидим надо пытаться убить этого архиерей кто он тут епископ да ладно у него столько звезд было все отлично у нас теперь после строительства нашей церковной школе здесь еще пойдут дела в плюс по религиозному уровню протестантин будет расти православие православие уже падает почти на два процента вход так 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 хорошо 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 вот этот вот агент он мне здесь не нравится давайте-ка мы с помощью нашего флота чтобы у нас не отбегал вот это все прям высадим хорош 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 так так то денег нет вообще но хотя бы избавились вот от этой ситуации осталось только вот опасная познание ничего не сделал даже не пойдут атаковать но они не будут атаковать москву они будут поджигать не тут все портить инструктуру лица чего мы будем терять огромное количество денег еще на ремонт это все то есть смотрите сколько стоит ремонт ну по две тысячи каждой две тысячи раз два три 4 5 6 это уже 12 тысяч чисто на ремонт 12 тысяч на красно и тут еще 5 и того получается 17 почти 20 тысяч мы будем должны отдать на ремонт только ядрит мадрид ну ладно конец хода самое главное москву контролируем переименовывать москву я не буду потому что пускай весь мир знает что москва как город как третий рим принадлежит швеции переименовывать не буду хотя можно было как-нибудь по-шведски архангельский я переименую я переименую как город архангела но по-шведски как быть по-шведски архангел город архангел по-шведски на не не даже звучит как архангел как там будет или город ангела что такое я сделаю по-шведски только москву я хотел типа триумф карла по-шведски карл трамв там по-шведски так к империи великих моголов хочет ну давай но я москву не буду я подумал подумал не отпуская весь мир знает что москва принадлежит швеции шведской короне может быть потом как-нибудь со временем переименуем но пока чтобы все знали так что у нас здесь их надо атаковать это сто пудов иначе они мне тут спокойно спокойно не дадут развиться вернуть этих назад в карелию и готовить уже атаку на архангельск надо бы но пускай пока тут стоят генерал у них есть ну-ка агент сможем убить генерала 36 процентов на время спектр коммерческой пункта для англии отхода на коноптекте но увидя сейчас всю армию я но это старая отряда навряд ли я не хочу я боюсь в сфере как мы я боюсь да автобой правда не на моей стороне но давайте я вот даже такой автобой может дать поражение давайте все-таки пройдем ручную напоследок это будет последний серийный на сегодня так виттенштейн против рэншильда карла густава у нас есть пушки у них пушек нет кавалерия у них только генеральский отряд у нас ну легкая битва но блин вот из-за этого нам придется вручную а то есть сейчас мы отбиваем эти отряды начнем потихоньку ремонтировать и да все-таки тот отряд северный я верну обратно в карелию подготовим отряд при атаке на архангельск захватим архангельске можно в принципе сделать перемирие с россией на казань углубляться вот туда в астрахань я чет не хочу там еще мало развитые земли пускай россия их прозовет получше а потом лет через пять снова войну объявим усилим москве не надо московье порядок сделать поэтому сейчас сейчас глупо будет бросаться на архангельск на казань туда уходить в глубь россии потому что будет бунт в москве по-любому и бунт будет не слабый и так че это у меня как камера то высоко здорово мы в принципе что у нас вот эти вот отряды кавалерии они здесь так и будут мортиры давайте все таки вот так так как они навесом стреляет артиллерия давай лучше по центру отлично центр тона лучше так лейб гвардия один отряд сюда один отряд сюда тупо зажмем фланговой атакой мне пехота очень сильно пострадала я смотрю начать бой преимущество в артиллерии сейчас должно сказаться этот фланг центр они сами нас атакуют ну собственно я сами выбрали свою судьбу когда картечь очень хорошо подходит холм для удара так отпустим их ближе чтобы потратить мушкетный залп интенсивно на картечный выстрел то не так что даже нехороший здесь я пехотку пожалуй вперед так они все на этот мне фланг тогда вот так иди сюда иди сюда пошла в центре перестрелка пошли залпы картечи здесь мы переформировываем отряды вот в такое положение этой кавалерии мы обходим их картечь отлично так пора уже отрести огонь сюда братцы куда вы тут ломанулись поделить что тут что происходит удар удар по генералу отлично это кавалерия у нас идет сюда а здесь они затаились ух ты вот так обходим так центр разбит полностью переходим на ядра ядрами обстреливаем вот эти стоячие войска в это время здесь в это время здесь начинаем наступать на противника центральные позиции тоже вперед здесь подводим здесь подводим тогда наши стрелковые отряды огонь 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 так вот и стоп так вот и стоп Васька у них Они же на месте Ничего не делают Мортирки сюда Уходим, 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 уходим По ванам открыли огонь уже Здесь продолжаем стрелять по этим Открываем огонь вот по этим Так, центр освободился Идем вперед Этот фланг освободился Идем все сюда Так, где у нас? Ух ты! Вот это опасно Вот так, пожалуй Чуть не просрал Продолжаем вести огонь Так, пушки Пушки, я вам сказал Бить по этим Пока они стоят Мортиры бьют сюда Все везде надо контролировать Ничего не могут Так, драгуны Отпустим их ближе Теперь удар Теперь удар Должны успеть Здесь чего? Здесь мы обходим их, пожалуй, вот так Хорошо, когда много кавалерий Нам много не надо Так, эти отряды Расстреливают оставшихся Здесь Так, резервники Ага, они вышли из своих укрытий Ну и тогда удар кавалерии по ним А этих переставляем пехоту Потеряло, конечно, очень много кавалерии в этом бою Так, огонь И мушкета Жилой солдатский полк Это старого образца Так, эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй Сейчас по моей кавалерии зайдет Стоп Стоп героически погиб наш генерал вводим ближе забыл я совсем про генерала да вон там он погиб тогда эти отряды у нас встречают эти уже дойдёте нет пушки 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 стоп и вот по эти нужны вводим просрали там все туда пехота идет в этих туда бейте что вы никак не можете пробовать всех перестреляли тоже идут сюда отступали же так и и куда поперлись как вот эти всем прям плечом плечу нет и разошлись кто куда ближе 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 открыть огонь открытия был ну тупо мясом взяли генерала жалко но он свое дело сделать генерал взял москву и героически под москвой погиб прям романтика